Сегодня в три часа дня у дома 17-16 нового города огромная ветка тополя более 6 метров оторвалась от дерева и рухнула, накрыв собой сразу четыре машины. Одна из них в этот момент находилась в движении. Подробности произошедшего прямо сейчас. И ветер, и не сильное дерево крепкое, но это не помешало ветке тополя отломиться и рухнуть прямо на проезжую часть. А там три автомобиля припаркованы и один проезжает мимо. Водитель Chevrolet даже не заглушил двигатель, выбежал из машины. Такого порода событий не ожидал никто. Но жители говорят, что это дерево уже не первый год внушает им беспокойство. Уже много лет, сколько просим спилить это дерево, не спиливали. Несколько деревьев по той стороне и вот здесь одно они спилили, а это нет. Сами видите, вроде бы оно не сухостой. Поэтому вот такая трагедия произошла. Вы просили или официально писали? И просили, да, приглашали жековских, собирали подписи. Все официально. Соседи, прохожие и ребятня окружили место происшествия. Еще бы такое зрелище увидишь не каждый день. По счастливой случайности, никто из теперешних зевак в момент падения по этой дорожке не проходил. А проезжавший на марке удар пришелся на капот. И водитель не пострадал. Ну что это такое за безобразие? Как это? Я даже у меня слов нету это объяснить. Тут дети бегают. Об этом надо думать ему. Автомобили требуют серьезного ремонта, но с компенсацией будет сложно. Все четыре автомобиля застрахованы по схеме ОСАГО, которая не предполагает выплат по подобным случаям. Водительцы же не намерены опускать руки и готовы искать правду через суд, даже если это займет много времени. А значит, к этой истории мы еще вернемся. Катерина Карцева, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережная, Челны.